Итак, Тимур, Ваши аплодисменты, и мы... Здравствуйте, коллеги. Включи. А зачем включать? Извините, я уже все рассказал. А, ну тоже я. Здравствуйте, коллеги. Спасибо, что пришли нас слушать, то, что я буду рассказывать. Рассказывать я буду о нашем опыте, надеюсь, с теми форматами, которые стали актуальны в этом году. Я учусь о Google VHP, по-другому VHP и в Facebook, и в Facebook, и в цитаты. Они практически в одно время стали доступными для всех. Мы, естественно, не могли отказаться от того, чтобы пощупать все это дело руками. Вот о некоторых предварительных результатах я хочу вам рассказать, с одной стороны. С другой стороны, какого-то вывода из моей презентации не будет. Это скорее будет такой повод для дискуссии. Потому что что делать с этим знанием, я до сих пор, честно говоря, не понимаю. Вот и дальше следующий слайд. Это в двух словах о том, чем мы занимаемся. Мы, медиапроекты Майдер Угруппы, это проекты новости по поводу здоровья, дети и некоторые другие. Вы наверняка там ходите, читаете и так далее. Это порядка 9 миллионов уникальных посетителей в сутки. Десятки миллионов уникальных посетителей в месяц. Зачем же нам, собственно, нужен АМП? Именно фигурный центрактор. Вот с этим попробуем разобраться. Да, если кто не знает, мы думаем, что все более-менее представляют. Мы зарабатываем в основном на рекламе. На медийке, на контексте и вот это вот все. Следующий слайд будет. Вот так, если вы не обращали внимания, я бы делал скриншоты со своего телефона. Слева выдача гугла. Я представлю проект High Tech Mail.Ru с пометкой АМП. Справа это внешний вид Facebook и Instant Article. В данном случае мы говорим о проекте кино. Мэл.Ru. Они могут выглядеть немножко по-разному, но общий смысл примерно такой. Работает это, естественно, только на мобильных телефонах. Мобильных ферстов. Вот это вот все. Следующий слайд будет. Если вдруг хотите почитать, я вынес этот слайд вперед. Не хочу останавливаться на технических подробностях, как это работает. В двух словах выглядит это примерно так. Для того, чтобы поддерживать АМП, нужно создать страницу в соответствующем шаблоне и немножко проиграться с разметкой сайта. Для Facebook и Instant Article необходим отдельный экспорт. Он должен быть направлен Facebook, но в общем-то довольно сложная процедура. В общем, она решаема. В настоящий момент у нас все проекты, ну кроме одного домена, представлены в АМП и четыре проекта представлены в виде Facebook и Instant Article, но мы добавим, так сказать, туда дополнительные. Следующий слайд будет. Вот так выглядит страница, одна из страниц Google.com, когда у вас появляется АМП-страница. По ней есть отдельная черность. Там можно посмотреть, по какими словами они ранжируются, что это значит, на каких позициях видны ваши страницы и так далее. Стандартный отчет для Google. Какое знание он нам дает? Ну, как в любом оптимизации, наверное, было бы интересно посмотреть. Будет ли это выдача? А вот примерно так выглядит. Ну, такой, это не совсем отчет, но тем не менее можно посмотреть, какие страницы у вас опубликованы в ВИНА. Вот там справа кнопочка статистики. Можно немножко поредактировать. Как вы видите статистики, я покажу. Я расскажу об этом, так сказать, попозже, что делать с этим знанием, но примерно так это ругает на стороне Финьбука. Дальше, пожалуйста. Мы очень любим в наших видеопроектах вот этот и следующий слайд. Вы наверняка помните, как был устроен интернет 10-15 лет назад. Вот примерно так распределялся трафик. Мы все ходили в какие-то каталоги, ходили на главные страницы, переходили в рубрику, переходили на материалы, а дальше что-то такое читали. Закладки, почта, рейтинги и так далее. Здесь сейчас, господи, рейтинги с каталогами. Будем смотреть дальше. Сейчас выглядит трафик на медиа примерно вот таким образом. Поиск в соцсети ведут трафик непосредственно на материалы. Это не значит, что главные страницы умерли. Есть разные варианты. Но тем не менее перекос в сторону непосредственно страницы материала уже пошел. И это факт. Поиск это в данном случае, я говорил о программе, в соцсети в данном случае, я говорил о фейтбол. Давайте попробуем подумать, что будет дальше. Следующий слайд. Есть варианты? Что дальше будет? Что нам ждать? Вообще на сайте уходим. Ну, всегда будет следующий слайд. На самом деле, один из вариантов именно такой. Поэтому мы внутри наших медиапроектов активно дискутируем, мы экспериментируем вот с этими двумя словами. Это у нас такой внутренний слайд. Корами, это некий сайт. То есть наша задача привести человека на сайт, чтобы он там что-то прочел, сделал, подписался, ушел, что-нибудь еще. Меда – это, соответственно, то медиа, которое сайты не имеют в принципе. Наверняка вспомните, у нас сейчас существующие такие проекты, которые представлены, например, только в Финбуке. Или только в Телеграме. Или на всех каналах сразу. Или это только рассыл. На мой взгляд, мы где-то рядом с этой переломной точкой, когда какие-нибудь то, чтобы расслабиться, но, в общем, будет что-то интересное. Будете даже дальше. И, собственно, я пока что рассматриваю оба эти формата, и АМП, и Инстатартируем, как некий промежуточный этап. Вы не сможете сделать АМП, если у вас нет сайта. И для Фейсбука, собственно, тоже нужен некий экспорт с того сайта, который у вас есть. Поэтому это пока какой-то симбиоз, взаимное дополнение друг друга, но, тем не менее, что-то такое уже происходит. Будет что-то дальше. Это наша статистика по страницам АМП. Отдельно скажу, что в плане статистики, что к АМП и Фейсбуке есть много претензий, я в этом расскажу чуть-чуть тоже. Вот так это выглядит. Сентябрь еще не закончился сайта, я делал несколько дней назад. Не уверен, что будет миллион, но где-то около миллиона будет, 900 миллионов, тысячи, не только в сети сутки. Сказалось бы, это много. Будет что-то вроде дальше. В наших масштабах это вот выглядит примерно так. По отношению, здесь я смотрю, отношение только к трафику на мобильных наших версиях. Много это? Вроде немного. Тем не менее, вот там вот рывок, который вы видите, он очень интересный. Тоже дальше я скажу, что это такое. Частично событийный. Трафик был вызван интересом к трансляции Apple. Там была соответствующая страница в районе хай-тэк. Какое-то там еще событие было, но это тем не менее. Но там был еще очень интересный момент, о котором хочется поговорить дальше. Путь только дальше. Это в данном случае тоже интересный слайд. Я не знаю, как его отставать. Даже вот в наших масштабах. На АМП страницах в Гугле более половины посетителей другим способом до нас не доходит. То есть миллион примерно посетителей в месяц. Вот в сентябре будет около 60% тех, кто иным способом не доходил на АМП проекта на РУ. Что нам делать с этим знамением? Давайте это лучше. Будет ли это следующий слайд? Это без абсолютно 60 цифр. Это ИСПМ по разным типам страниц. Конечно, так не считают. Я правил некие усредненные данные. Но тем не менее, для того, чтобы вы представили масштаб, можно на этот слайд посмотреть. Казалось бы, все хорошо. Но трафик дальше что с этим делать? Будьте добры. Помимо того, чтобы показывать, пользоваться какой-то контент, мы пробуем перевести трафик со страниц такого типа на наши проекты. Для этого используются разные моменты. Мы пытались делать какие-то врезы вниз, ссылки с самих действий, еще какие-то варианты. Видно, что то, что вызывает слово аббревиатура CTR, сильно зависит от того, о каком проекте мы говорим. На самом деле, если смотреть дальше, там будет очень большая разница, связанная с тем, о странице какого типа мы говорим. Ну и так далее. Но тем не менее, тоже для понимания масштаба действует. Следующий слайд, пожалуйста. А вот то, чему нас крупные игроки интернет-рынка начали уже готовить. Когда я прочитал новость, у меня реакция была, честно говоря, двояк. Реакция была примерно такая. Слушайте, а зачем нам на мобильные версии сайты теперь? На самом деле, ответ на этот вопрос не существует. И будете давать следующий слайд. А вот это второй момент, который вызвал вот такой рывок трафика в сентябре. Внезапно оказалось, что коллеги из Яндекса поддержали АМП и с своего Яндекс.За начали отправлять трафик на АМП-странице. А ответы в службу поддержки, там написано справа, можете в него вчитаться. Опять-таки вопрос, а зачем нам теперь мобильные версии страниц? Чтобы что? Почему нам не сконцентрироваться трафик на АМП? На самом деле, ответа у меня нет. Будете давать следующий слайд? Канаду было все хорошо. Крупные игроки, Google, Facebook. Ну, должно быть, так сказать, все здорово. На самом деле, нет, претензий к этим форматам очень много. Первый, ну и очевидный. Невозможно прогнозировать, что с ними будет. В настоящий момент АМП, например, показывается только в блоке, который называется Top Stories. Он отображается далеко не по всем новостным запросам. Когда Facebook внедрит свою историю с переходом массовым на АМП-страницы, не очень понятно. Хотя обещают, конечно, по-моему, другие стороны Google. Другой стороны Google периодически обещает такое, что не выполняет, но тем не менее. С Facebook это логично. У Facebook лента, которую мы все смотрим, она рекомендационная. Далеко не факт, что ваш материал сегодня, так сказать, взлетит. Хотя он, может быть, очень хорошо написан, но просто почему-то Facebook его не порекомендовал. Еще очень важный момент. Современные публикации – это уже давно не текст как таковой, не текст с картинкой даже. Это множество разных форматов на одной странице. Это и там слайдеры было-стало. В нашем случае это особенно проект Афто или, скажем, проект Хайкет. Вы знаете, перетаскивает слайдер на фото и смотрит, как машина была раньше и как она выглядит теперь. Это различные опросы. Это различные тесты. Это какие-то другие решения, которые мы тоже используем. И далеко не все они поддерживаются этими трубными системами. В ряде случаев их можно адаптировать, в ряде случаев нельзя. Что с этим делом, мы, честно говоря, пока не понимаем. Пока мы стараемся такие страницы ни в Facebook, ни в Google не отдавать. Ну и довольно важный момент, связанный со статистикой. В данном случае вы видите на скриншоте, как выглядит статистика по одному из материалов проекта Хайкет Мэн.ру. Ну да, мы видим количество просмотров. А сколько это людей? Непонятно, хотя в Facebook мог бы это делать. Да, мы видим, сколько времени пользователь провел, сколько пользователей средних провели на этой странице и сколько там в среднем странице скроили. Это хорошо или плохо? Почему это будет? По стране ищем. Может быть, остальные страницы у нас скроются лучше. Facebook этого всего не дает. Не совсем очевидный момент, но те люди, которые связаны с тем, что называется медиабизнес, прекрасно знают, что такое охваты, в частности, охваты по ТНС. Где они здесь? Данных нет и, видимо, никогда не будет. Мало того, я слабо представляю, каким образом от ТНС однажды даже будем это считать. И таких вопросов, на самом деле, много. Я просто остановился на некоторых, так сказать, из них и наиболее, на мой взгляд, осилил. Будьте добры, если вы чувствуете. В данном случае я показываю страницу нашего проекта «Медиатор». Вы наверняка не обслушали. Мы произвели некий ресерчек, хотя бы со статистикой редакционной, таким как доскроулы. И время на сайте разберемся. Я думаю, уже в этом квартале появится возможность подключать «Медиатор» к Google Amp. и Facebook, но тем не менее, вопросы остаются все равно. Это здорово, это поможет редакциям. Но на все остальные вопросы, к сожалению, ответа этот момент не дает. Ну, собственно, это вот то, о чем я хотел бы рассказать. Будет удовольствие на финальный, по-моему, слайд уже. Спасибо большое за понимание. Еще раз хочу сказать, что то, что я рассказывал, это не столько доклад, сколько повод завести на рынке некую дискуссию, потому что я не знаю, что с этим делать. Спасибо большое, если есть вопросы, удовольствие меня не подключить. Есть вопросы? Николай ушел, по-моему, Николай. Здравствуйте, Мур, очень хороший доклад. У меня такой вопрос. А когда переходишь на IP-страницу, это же не переход? Нет. То есть мы, как контентный проект, я с компанией «Овкуси», нам не выгодно это, потому что мы зарабатываем на рекламе тоже. То есть мы будем максимально долго, наверное, не внедрять эту технологию, чтобы карту, а что ты об этом думаешь? Ну, я думаю о том, что мы живем в мире, в котором существенную роль играют эти самые крупные игрокиты, тот же самый Facebook, тот же самый Google, другие, так сказать, игроки. И они, я думаю, у нас однако не доставят это дело. То есть, строго говоря, мы сейчас видим, нету ситуации, когда нам прямым техникам сказали, трафика не дают. Относительно того, что делать заработку, мы пытаемся зарабатывать. Мы увидели этот миллион, но, очевидно, мы будем более внимательно на эту историю смотреть и как-то более плотно с этой схемой работать. Но, да, что же надо делать? Спасибо. А как те кто-то проверяют какие-то товары, как они могут это использовать? Ой, в данном случае у меня нет ответа на этот вопрос. Рекомендую посмотреть то, что называется «Буржунет». Там, насколько я помню, E-play начал уже конструировать такие страницы, но, опять-таки, если мне память не изменяет, просто не совсем мой профиль, как ты понимаешь, да, я занимаюсь больше медиа, СМИ, вот этого и всем. Там, в основном, схема примерно такая, что трафик приземляет на АМП, а потом оттуда его пытается увезти. Тимур, спасибо большое за доклад. Тот. А, привет. А, привет. Скажи, пожалуйста, заметили ли вы какое-то изменение трафика, например, с Google Момбайл вместе с внедрением ММП? То есть, подростки, мобильный Google? Смотри, тут есть какая-то оптичь. Если суммировать переходы в лоб, то трафик, в общем, слегка подрослый. Что бы с ним произошло, если бы АМП у нас не было, мне сказать очень сложно, потому что, еще раз, АМП фигурирует далеко не на всех. Ну, это был топ-сторис, да, он как бы новостной. То есть, там, запросы какие-то, там, новости чего-то, кто-то там умер, когда-то. Не по всем запросам он фигурирует. Каким образом он появляется, не очень понятно. Мало того, АМП сейчас представлен в обычном новостном подмессе Google. Что в этом случае перевешивает, я не очень понимаю. И данных таких интересных Google нам пока не дает. Мы в настоящее время, кстати говоря, забыл рассказать, общаемся с коллегами из Google на тему того, чтобы вот похожие кейсы опубликовать у них на сайте, где они рассказывают о кейсах АМП. Думаю, что мы опубликуем, но... Ну, например, вот. Ну, конечно, нахожусь и коми, но еще раз. Ответы на вопрос, что со всем этим делать не даем. Даже если там разница есть, она небольшая, она минорная. Друзья, я вам извиняюсь, да, вы заметили, что я отсутствовал, когда заканчивался этот доклад, там, просто... Я же все-таки СИОшник, понимаешь, отчасти. И там Шаков был, я как бы побежал вопрос задать и очень быстро вернулся. Давайте еще зададим пару вопросов. У нас есть на это время. Давайте смелее руки поднимайте. Смотрю каждому, сейчас в глаза каждому смотрю. Неужели вы не хотите ни о чем спросить у моего рука? Нет? Я видел сейчас руку, видел, и здесь видела руку, и там, и там. И сейчас все будет. Сейчас еще один вопрос. Я так понимаю, по АМП, да? Можно по ИНА? Нет, хорошо, по АМП, не для контентных сайтов, ведь, ну, например, для коммерции есть какой-то... Google обещает открыть это для всех в этом году. Мало того, за рубежом это уже началось. То есть для коммерции имеет смысл тоже... А я не знаю, имеет это смысл или нет. Я не знаю. Спасибо. Просто имейте в виду, что когда вы сделаете АМП-страницу, вам туда придут, эта страница по факту зафиширована где-то на серверах Google, как вы управляете, насколько часто там обновляется все, насколько корректно обновляется этот закрытый вопрос. С этим нужно проводить ряд экспериментов. Но еще раз, уже сейчас видно, что и коммерс за рубежом начался демографии. Сейчас. Волоким, я к тебе встречу на вопрос. Ты зонтики подготовил? Готов. Вопрос такой. Ты показал нам взлет в этом месяце до миллиона... Чем миллион уников? Уников. А ты же говорил, что... Не посчитать их? Нет. Я говорил о том, что это очень сложно посчитать какие-нибудь ТНС. Ну, ТНС в этом. Только немножко не щенчик. Сам-то щенчик отправить. У нас там стоит ТОП Мэйл. Не проблема. Корректно прирост уставит. Из этого поломиллиона примерно 60% тех, кто не зашел больше никак. Тех, кто по данным ТОПа не заходил на другие наши мобильные версии. То есть это новое? Да. То есть прирост у вас в сентябре... Ну, если таким образом считать, что порядка 600 тысяч уникальных посетителей в сентябре мы получили новых, которые иным образом в сентябре к нам не приходили. Конечно. Мотай на ус. Мотай, мотай. Все, друзья, на самом деле огромное спасибо. Огромное спасибо хочу сказать Тимуру за его доклад. Ваши аплодисменты.